20 новых троллейбусов пополнили городской автопарк. Это современный электротранспорт, который серьезно отличается от того, что ходит по дорогам города сейчас. Сегодня белые адмиралы отправились в свой первый рейс. Какие интересные особенности есть у новых троллейбусов и понравились ли они красноярцам, знает Ольга Шелик. При переключении назад автоматически выводится на монитор задняя камера. Руслан показывает новый троллейбус. Он большой, стильный и совсем не похож на своих предшественников. По сравнению с ними, здесь больше внимания уделяется комфорту. Положение руля, температура по всему салону – все это может контролировать водитель. А система видеонаблюдения поможет следить за посадкой и высадкой пассажиров. Очень мощная машина. Идет просто страшно, как говорится, давить на педаль. Ограничений нет у машины. Допустим, у нас троллейбус есть, точнее, у которого заводское ограничение до 60 стоит. Этот идет больше. Но, естественно, больше уже страшно просто ездить. Новые троллейбусы сильно отличаются от тех, которые до этого были в городе. Современный электротранспорт адаптирован к суровому сибирскому климату. В нем усилена отопительная система. Как обещают производители, в салоне будет комфортно даже в самые крепкие морозы. А отсутствие ступеней поможет использовать транспорт даже маломобильным людям и молодым мамам. Среди новшеств и сенсорной кнопки. С их помощью пассажиры могут сами открывать двери. И это еще не все. Современный троллейбус отличает технологичность. Например, здесь можно легко зарядить телефон, подключиться к Wi-Fi. А боковые панели позволяют знакомить гостей города с историей Красноярска. Всего величественных белых адмиралов в Красноярске будет 20. Всех изготовили в Саратове и доставили к нам. Каждый адмирал вмещает 96 пассажиров и имеет запас автономного хода в 1 километр. Как отмечают производители, в Красноярск приехала самая большая партия электробусов, которую у них когда-либо заказывали. Сегодня новенькие троллейбусы в полном составе вышли на линию на маршрут номер 4-13. Первые пассажиры остались довольны. Новая техника – это всегда хорошо. А тем более в наш город. Потому что город требуется экологически чистый транспорт, чтобы побольше было таких троллейбусов, трамваев и автобусов. Развитие электротранспорта и замена старых автобусов на новые – это часть комплексной программы по улучшению экологической обстановки в городе. На линиях уже работают новые троллейбусы с автономным ходом. Трамваи готовятся к выходу в середине декабря. Наша главная задача – это модернизировать, прежде всего, трамвайные пути. Такая программа у нас есть, сколько скоро под современный транспорт нужна и другая основа, что называется. И в том числе думать о большем использовании троллейбусов вместо автобусов. В этом году у нас уже 75 единиц и 25 трамваев. Мы по большому счету практически весь, в большей степени, подвижной состав нашего электрического транспорта меняем. Полностью заместят вот этих наших, по большому счету, старичков, наверное, без обиды. Они нам хорошо послужили, но уже требуется новое по большому качеству лицо. Со временем всех старичков Красноярского автопарка отправят на пенсию. Их заменят трамваи и троллейбусы последних моделей. А в будущем в список Красноярского электротранспорта добавится метро.